Здравствуйте, уважаемые владельцы наших питомцев. У нас сегодня несколько случаев по, собственно говоря, лечению некоторых пациентов. Первый пациент у нас из Санкт-Петербурга. Важным моментом является то, что если вы хотите, чтобы я вам посмотрел какое-то исследование, вы должны прислать это исследование. Потому что если вы мне исследование не прислали, я его не могу посмотреть. Это очень-очень важно. Все исследования, они выдаются в специальном формате. Называется DICOM формат. Диск, который дает вам врач КТ или МРТ, его надо положить в архив. Архив прислать мне. Только важно архив, а не образ диска. Вот тоже важный момент. То есть присылайте архив на какой-нибудь файлообменник, в WhatsApp или еще где-нибудь присылайте ссылку, да, или на почту присылайте ссылку, и мы уже будем смотреть ваше исследование. Потому что заключение не имеет ничего общего с исследованием. Ничего общего. Потому что заключение – это просто взгляд какого-то врача на это исследование. А вы мне присылаете ваше исследование, чтобы получить мое мнение, а не прокомментировать мнение другого человека. Я, конечно, могу прокомментировать мнение другого человека, но это совсем не то. Вот. Значит, ну, первый пациент у нас, собака ЧФА, ПЛА, из Санкт-Петербурга. Значит, в течение последних двух-трех месяцев у собаки пропала активность, в основном лежит, вытянув лапки вперед. При захвате шеи двумя пальцами прижимает шею вовнутрь. Ну, обычно это бывает при боли в шее. Аппетит хороший, стул нормальный, МРТ сделано год назад. Ну, вам, в принципе, надо что сделать? Вот видите, здесь заключение по МРТ какое-то, да, там. Вот. Значит, смотрим вот осмотр. Значит, при передвижении по кабинету атаксия не выявлена, атаксия нет. Периодически принимает пользу моления, семенит грудными конечностями. Вот это очень важный момент. Вот так выглядит, собственно говоря, осмотр пациента, да. Семенит грудными конечностями, экзофтальм, стробизм, брюшная стенка мягкая. Вот, сознание в норме. Пальпация злостной мышцы, медиальная нестабильность плечевых суставов с двух сторон. То есть, вот то, что было при осмотре. И теперь мы, зная уже симптомы, можем смотреть МРТ. Можем смотреть МРТ. Потому что, исходя именно из симптомов, мы будем смотреть на ту или иную часть собаки, да. У нее есть, конечно, проблемы, у нее есть сиринга милия, все, что однозначно здесь есть. Она, естественно, никуда не уйдет. Поэтому вам надо просто прийти на прием к врачу, да. И очень важный момент, забыл сказать, наверное, ключевой. То, что вот это заключение не является диагнозом. Да, то есть, если вам дали заключение, то вот это заключение. Заключение – это не диагноз. То есть, заключение по МРТ – это не диагноз. Во многих МРТ-центрах дополнительно пишут, что это не является диагнозом. Не знаю, у нас пишут или не пишут, не помню. Вот, поэтому то, что здесь написано, это просто мнение, вот, заключение по МРТ. А никакой не диагноз. Поэтому, что вам надо? Вам надо брать собаку. Понятно, что те болезни, которые у нее были, никуда не делись. Скорее всего, просто добавили сновы. И, естественно, собаку надо лечить, да. То есть, даже исходя из того исследования, которое у нас было, он с контрастом, он контраст накопился. Конечно, собаку надо было лечить. Поэтому надо брать собаку и везти ее в клинику. Это все, что надо делать на этом этапе. То есть, само никуда ничего не пройдет. Атид был очень сильно выраженный. Не знаю, почему. Это средний атид. То есть, это не дерматологи лечат. Это неврологи лечат эндоскопией. Видите, здесь контраст накопился. Это серия бесконтраста. То есть, там было воспаление. Конечно, это надо было лечить. Конечно, это старинное МРТ 25.01.23. Конечно, оно уже не актуально. По нему лечить, конечно, собаку нельзя. Но, имея это МРТ и осмотрев собаку, да, врач примет решение, что делать дальше. Вот, собственно говоря, то, что вам надо делать. Потому что самовоздоровление при среднем атидии не бывает. Самовоздоровление при том, что мы видим здесь на МРТ, тоже не бывает. Поэтому вариантов самой собаки поправиться не существует. При всем том, что есть, с учетом тех данных, которые были при осмотре, и данные, которые я вижу на МРТ, самовоздоровление нереально. Поэтому все, что надо делать, идти к доктору. Он должен осмотреть повторно, принять решение, что делать дальше. И чем раньше вы это делаете, тем больше шансов у собаки быть здоровой. Вот. Ну и следующий пациент у нас другой. Это Метис, Овчаркин и Добермана. 7,5 месяцев. Тоже из Санкт-Петербурга. Делали рентген с щенку. Сказали, что... Господи, а что вы не... Ну, ладно. А то мне так все время ругают, что я ругаю всех подряд. Но, смотрите, тем более вы из Санкт-Петербурга. Это центр ортопедии нашей части земного шара. Я не шучу, это реально, да, потому что мы... Врач в Гатчине, Ксения Леонна, первая получила... Она в Гатчине живет. Вообще в России, то есть в России, право ставить суставы коленные, локтевые и тазобедренные. Поэтому, когда я говорю о том, что центр ортопедии вообще находится в Санкт-Петербурге, я, конечно, немножко увеличу, потому что реально в Гатчине, но это так, полушутка. Поэтому смотрим исследования. Ну, конечно же, это никакой не рентген, никакого отношения к рентгену это не имеет. То есть то, что вам сделали, это просто на бумажке какая-то фотография. Косая, криво сделанная. Диагноз на дисплазию никто так не ставит, естественно. Так же, как вот эта картинка не имеет ничего общего с рентгеном. Да, потому что это просто картинка, фотография какого-то листика бумажки, на котором косо-криво лежит собака. Вот. Ну и так же, как те... комментарии, да, которые были получены к этому снимку, они тоже бредовые, мягко говоря, да. что, вот, все плачевно, бла-бла, это все полная фигня, да. Что надо было делать на самом деле? Что такое дисплазия и как вообще проводится диагностика? Сейчас я вам покажу, чтобы у вас было понимание, как это вообще проводится. Ну, первое, что делается, это проводится осмотр собаки. Проводится вот такой тест, тест арталания. То есть, по этому тесту арталании мы понимаем... Внимание, не по рентгену, а по тесту арталании мы понимаем, есть ли у собаки дисплазия или нет. Это вот коникорса, щенок коникорса. Вот так я проверяю, у него наличие дисплазии. Не по рентгеновскому снимку. Не по рентгеновскому снимку, а вот так, руками. То есть, вот так проводится тест арталания. У этой собаки все идеально. То есть, у нее никакого признака дисплазии вообще нет. Как выглядит тест арталания, когда он положительный? То есть, когда есть данное заболевание, да? Я не скажу, что это заболевание, это состояние, можно так сказать, на самом-то деле, да? Смотрите, заходите на мой канал и смотрите. Вот, смотрите. Это вот овчарка, у которой он положительный. Кстати, мы овчарку вылечили потом. Смотрите, вот очень хорошо видно. Смотрим, смотрим, смотрим. Оп, мы видим, вправился сустав, вышел. Вот у этой собаки есть дисплазия тазобедренных суставов. Внимание, еще раз. Дисплазия тазобедренных суставов ставится вот так. Не по рентгеновскому снимку. Не по рентгеновскому снимку. Не по рентгеновскому снимку. Не по КТ, не по МРТ. Не по никакими другими способами. Только так и только руками. Обратите внимание, происходит вывих. Да? И вправление сустава при отведении конечности. Вот так ставится диагноз. Потому что дисплазия тазобедренных суставов. Это нестабильность. То есть, не до развития головки, бедной кости, как ошибочно некоторые чудики думают. А это нестабильность, которую мы можем увидеть просто глазами. Вот таким вот образом. Вот так проводится тест арталания. Наличие этого теста, то есть вывиха. Есть еще барлоу и так далее. Хоть хотя бы вот это. Понимаете? Вот если вот этот тест хотя бы... И то будет уже хорошо. Дальше. Ладно. То есть вот. Поэтому дальше. С помощью рентгеновских рентгена мы можем... И компьютерной томографии. Там есть несколько... Там разные величины меряются. Но мы можем понять, насколько разрушилась... Насколько разрушился сустав. Для этого делаются рентгеновские снимки. Рентгеновские снимки должны быть сделаны вот так. То есть вот они в диком формате. Видите, это диком формат. Специальная программа. С помощью нее можно делать рентгеновские снимки. Дальше. Есть такая специальная штука. Они... Вот этим помехи. Они едят не помехи. Это рамка такая. С помощью которой мы... Кладем собаку. И смотрим, насколько головка выходит из вертлужной впадины. И насколько не выходит. Потому что собаке дисплазии нет. Вот. Поэтому вот так это делается. Совершенно другие снимки. Совершенно по-другому. И так далее. Вот. Дальше. Очень важным моментом является то, что дисплазия тазобедренных суставов это не недодоразвития вертлужной впадины, а это излишняя подвижность. Вот смотрите вам пример. Это собака, каникорса. У нее была дисплазия тазобедренных суставов. И с одной стороны, обратите внимание, здесь есть остеоартрит. Здесь нет остеоартрита, а здесь есть остеоартрит. А знаете, чем отличие? В том, что с одной стороны была делана тройная остеотомия таза. То есть повернута головка на головку вертлужной впадины. А другой этого не было сделано. То есть мы, вот сделав вот эту операцию, мы стабилизировали сустав. То есть мы убрали нестабильность. Вы же не думаете, что я, поставив пластину, там, 15 или, наверное, 19 назад этой собаки, да? Изменил каким-то образом гены этой собаки. Да? То есть вот и повлияв на гены собаки, не допустил недоразвития вертлужной впадины. Ну, это очевидно. Такого быть не может, да? То есть очевидно, что поставив пластину, нельзя изменить ничего здесь. Поэтому здесь остеоартрит не развился. Потому что мы сустав стабилизировали. Вот и все. Поэтому то, что вам там сказали по корявому снимку, по корявому, не пойми чему, что-то там, да? Это, конечно же, не имеет ничего общего с реальностью. Ничего общего. Вот видите? Вот так вот развивается остеоартрит. Вот и все. Поэтому, а здесь его нет. Видите? Здесь есть, здесь его нет. Потому что мы стабилизировали. Поэтому собаки в 7,5 месяцев, скорее всего, еще не поздно стабилизировать, если даже это и нужно. Но сначала провести нормальную диагностику, да? Поэтому я не буду уже совсем подробно об этом рассказывать. Потому что вы без проблем можете зайти на мой канал и посмотреть, что такое дисплазия тазобедренных суставов. Как она лечится на самом деле. То есть это достаточно длительная лекция. Там больше часа, да? Более подробно. И как это все происходит. Поэтому в реальном мире, конечно же, конечно же. Вот собака через 7 лет после того, как мы сделали ей тройную стеотомию таза. Она приходила там по какой-то другой причине. Да? И мы просто сделали. Вот видите, вот стоит пластина. Вот видите, пластины стоят. И вот двусторонняя собака. Ничего не вывихивается. Все нормально. Да? То есть это вот собаки, которые я сделал КТ через 8 лет после операции. Вот. Поэтому. Вот такие вот пациенты. То есть видите, мы стабилизировали сустав. И поэтому он никуда не выходит. Вот и все. Поэтому все это можно делать. Снимки делаются совершенно другие. Да? Совершенно другие укладки. Делается тест арталани. Арталани. Он может быть положительный, может быть отрицательный. То есть не будет вывихиваться, как у этого, например, коньякорса с идеальными суставами в его 4 месяца. Вот то, что вам надо делать. Естественно, вот. И еще очень важным моментом является не то, что на рентгеновском снимке. Да? И даже не сам положительный либо отрицательный тест. А является то, как собака конкретная, вот эта, относится к этому состоянию. То есть у нее может быть нестабильность. Нестабильность – это и есть дисплазия. То есть нестабильность – это дисплазия, это забедренных суставов. Это не до развития впадины, да, там или еще чего-то. А нестабильность. Вот нестабильность – это и есть дисплазия. Поэтому она и может быть только там до года. А потом развивается остеоартрит, который уже совершенно по-другому лечится. То есть дисплазия может существовать только до года. Вот и все. Вот приблизительно так, коротко, я вам постарался объяснить суть этого состояния, этого заболевания. Поэтому то, что вам там наговорили, кроме как бредом, ну, я больше не могу никак назвать, да. Вот. Поэтому, то есть ничего общего с реальностью не имеет. Вообще. То есть вообще ничего не имеет. Ни рентгеновский снимок не имеет ничего общего с рентгеновским снимком. ни заключение по нему, ни способ постановки диагноза, не имеет ничего общего с реальностью вообще. То есть вот так приблизительно. То, что я вам хотел сказать. Какие-то у нас еще были вопросы, да, по... Вопросы по прошлом эфиру про инсульт-пошки. Да. Вот. Значит, смотрите. Это вот ответы на вопросы после... Вопросы на ответы скорее. Вопросы на ответы скорее. Да. Вопросы на ответы, точно. Так и есть. Это... У нас был один там владелец пациентов, да, который жаловался о том, что я пришел к врачу, а врач вместо того, чтобы мне сказать, что делать, он все время спрашивал чего-то. Вообще ничего не знает. Да, ну, то есть врач Арита, он вместо... Он спрашивал возраст, порода, что было, как, что... Ну, она мне собирала, да, владелец. Говорит, что это за врач, который ничего не знает. Да, то есть вот тут та же самая ситуация. Значит, ну, значит, как обследовать животное? Я потеряла двоих котиков, обследовали, лечились, но умерли. Я так и не поняла, от какой болезни. Ну, потому что надо... Знаете почему? Вот всегда одинаковая ситуация. Даже вот по тому эфиру, который мы сейчас... Был, да, вот предыдущая собака с дисплазиатозобедренного сустава. То есть ни слова о том, как собака себя чувствует. То есть ни слова о симптоме. То есть была собака у этой собаки, сразу она будет инвалидом. Пришли к врачу, она будет инвалидом и так далее, и так далее, и так далее. Ну, как это убедительное, да? То есть, а в нормальном мире, да, в реальном мире, у меня есть пациент, он хромает, дальше провели диагностику. Любая диагностика, она проводится исходя из симптома. То есть очень важным моментом является, что нет симптома, нет диагностики. Вот это золотое правило, которое надо просто запомнить и всегда им следовать. Это самый сложный вопрос, который мы пытаемся объяснять владельцам. Знаете, вот есть много вопросов, которые нам никак не удается объяснить владельцам. Первый вопрос, что фотография, снимка или фотография монитора никакого значения, никакого отношения к рентгену не имеет или там к какому-то исследованию, да? Что заключение никакого отношения не имеет к самому какому-нибудь там, собственно говоря, исследованию, к которому оно дано, да? И то, что нет диагноза, нет лечения. И то, что диагностику надо начинать с симптомов. По симптомам мы никогда не знаем диагноз, никогда. То есть, вы никогда по симптомам, это очень сложный вопрос, он сложно осваиваемый, вы осваиваемый, прям как это слово, выговоря, да? Вот абсолютно невозможно объяснить простую вещь. Нет симптома, нет диагностики. И симптом – это не болезнь. Это просто признак болезни, понимаете? Вот и у вас та же ситуация была. Скорее всего, у всех одинаковая. То есть, чем-то болели, посмотрел врач, назначил не лекарства. Гегаппентин, амантодин, салкосерилы, мексидолы и так далее, и так далее. Вот и все. Поэтому, надо никогда не отходить от правил. Осмотр. Дальше. Посмотри, где болит. Из того, где болит, из симптома, ты знаешь, план диагностики. Вот и все. Следующий вопрос, как определить эту болезнь у кошки. Да никак нельзя определить инсульт у кошки, понимаете? Кроме как зилов и магнитно-рентонационную томографию. Но у животных инсульт – это следствие какого-то заболевания. То есть, это не болезнь. Это следствие какого-то заболевания. Это развитие какой-то болезни. Грубо говоря, ну, например, давайте так. У кошки есть какое-то заболевание сердца, которое вызывает образование тромбов в сердце. Этот тромб может улететь куда угодно. Артериям головного мозга, спинного мозга, в аорту и так далее. То есть, есть заболевание сердца, которое дает тромбы, а тромбы куда-то улетают. Дальше. Есть много болезней, которые нарушают свертываемость крови. Есть много болезней, в том числе болезней почек, кстати, которые повышают артериальное давление. То есть, лечить из-за этого может происходить какие-то разрывы сосудов и так далее. И образовываются гематомы. Вот и все. То есть, вот в чем смысл. Понимаете? Или может быть опухоль, например, надпочечника. Феохромоцитома, которая вызывает повышение артериального давления. К примеру, да? Как вариант. И еще очень много болезней, которые помогут повышать давление. То есть, всегда это какая-то болезнь, которая вызвала нарушение кровоснабжения головного мозга путем там разрыва какого-то сосуда или образования тромба. А надо лечить не само нарушение кровообращения, его невозможно никак лечить, кроме тех случаев, когда большая гематома. То есть, можем ли мы лечить гематомы внутри головного мозга? Да, лечат их хирургически. То есть, если врач сказал инсульт, значит, он должен делать МРТ, сказать, какая артерия поражена, и какой там тромб или разрыв сосуда, да, и огромная гематома образовалась. А дальше надо ли это гематомы удалять? Вот как происходит в реальном мире, а не в мире травматинов, гомовитов и так далее, там, салкосерилов, церебролизинов с мексидолами, понимаете? То есть, есть параллельные миры, да, есть реальный мир, настоящий ветеринарии или там настоящей медицины, просто медицины. А есть какой-то параллельный мир, в котором куча не лекарств и куча не диагнозов. Значит, ну, где найти их грамотного врача, как его проверить? А они, врачи, и диагноз придумывают. Да, они придумывают. Они же, да, они же говорят, наслечают лечение. Мы им верим. Моего кота лечили от цистита. И в итоге задние лапы отказали. Делали рентген, сказали саркома. Но до этого лечения кот бегал, прыгал и так далее. Так понятно, а я же вам, собственно говоря, и об этом и говорю. Как найти врача, да, понимаете? На самом деле специалистов, которые занимаются той или иной областью, в России очень мало. Очень мало. Все специалисты, которые реально в своей... Смотрите, вот реально делают операции на сердце один Кадыров под аппаратом искусственного хорообещения. Это у нас работает доктор, да? Единственный кардиохирург. Ну, что его искать-то? Он один на всю страну. Ну, ты хоть ищи, хоть обыщись, но он один. Ну, вот. Неврологов, которые там что-то реально делают, да, не называют себя невропатологами, да? А тоже мало. То есть все они так или иначе выступают на конференциях. Все они так или иначе показывают свою работу, да? То есть... Ну, и так далее. То есть... Понять, делает врач то, что он делает, надо посмотреть, что он делает, собственно говоря. Вот, смотрите. Просто на своем примере хочу вам показать, да, что, в принципе, я делаю. Вот, видите, вот... Вот у меня есть каналы там, да, вот шунду собаки. Можно зайти на канал, посмотреть, как я реально собаки... Здесь полностью все, ну, все, вся операция. То есть, как я реально это делаю. Это прямая трансляция, это не отрезанное видео. Это полностью, да? Дальше. Вот. Еще один пациент, да? То есть, как я это делаю, я показываю без проблем, рассказываю, как хвост исправляю, как делаю меломентомию, делаю, так далее, так далее, так далее. То есть, все эти операции, которые я делаю, можно посмотреть все от начала до конца. Как я делаю мелографию, у меня их много на канале, да? Дальше. Например, наш... Есть у нас такой канал, да? Ветеринарная энциклопедия. Вот вы можете зайти на него, посмотреть, да? Какие врачи что рассказывают? Вот, что он говорит, да? Понимаете? То есть, как он рассказывает о какой-то теме. Ну, например, если посмотреть этот же самый канал, то, да, то есть, здесь врачей очень много. Здесь есть и иностранные врачи, и наши клиники, и других клиник, да? Поэтому, пожалуйста, можно посмотреть и о лекарствах, и так далее, и так далее, и так далее. И о наркозах. То есть, если врач... Более того, вы можете посмотреть, как он об этом говорит, и что он об этом говорит. Можете... Вот, как, например, у Драдинат Поченьков. Четыре года назад я рассказывал, как это сделать, да, к примеру. Вот так это, ну, по-другому никак. Я понимаю, что вы приходите к портфолио, наверное, это называется. Посмотреть, что он там делал. Что он вообще делает, что он реально делает. Это как строитель, что он построил, понимаете? Что, как там, как мастер там покрасил автомобиль, там, я не знаю. Вот это. Ну, у любого нормального врача, который реально что-то делает, он не болтает языком, да, просто так, а реально что-то делает. Везде, в соцсетях, да, там, в Инстаграме, в том же, не знаю, там, везде. Он показывает так или иначе. И, ну, по-другому просто невозможно. Вот так, наверное, найти врача. Вот. Так что больше нет вопросов. Ну, вот, до свидания, до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok